парни всем привет вы снова на канале нам по пути короче добрались мы до новосибирска ночевали на мираже все короче нам получается 300 км и осталось до выгрузки вот знаменитый бузовар кафе переехала вот на эту стоянку то есть вот походу получается с омска на новосибирск пешеходный переход надземный лукойл у завар бурят монгольская кухня вчера бузы вечером покушали утрец от сходили перекусили домой взяли замороженных я ее вообще пивоварня называю всегда она у меня сохранена была пивоварня это кафешка знаменитая давно в барабинске у них хорошая точка была все заезжали туда кушали и вот соответственно сейчас они получается переехали то есть старый бузовар на барабинске возле барабинска не помню там какой километр это уже не бузовар ребята переехали сюда я оставлю номер телефона в комментарии кафешки именно для того чтобы вы если что там заранее заказывали так далее у них будет несколько точек новосибирской области поэтому как говорится рекомендую ну а мы потихоньку поехали сейчас вот нам на объездную будем уходить северный обход новосибирска сейчас надо будет созвониться с клиентом ждут они нас сегодня не ждут идем немножко с опережением графика по графику у нас выгрузка завтра с утра соответственно мы едем чуть-чуть пораньше теоретически можем быть там часов два-три навигатор пишет вот поэтому может сегодня выгрузят сейчас созвонимся выясним ну и хочу к андрею заехать тех тренеру новосибирскому пообщаться маленько посидеть вот поэтому попозже включимся пообщаемся еще пока не прощаемся продолжаем наш путь в сторону дома короче вчера мы получается от новосиба дошли до томска с клиентом созвонились в общем грузчиков он не смог найти на вчера поэтому я уже к вечеру приехал то есть не спеша к андрею за рэмбо заехал их тренеру новосибирске с ним пообщались посидели догнал свою солярку залез в 1с посмотрел позвонил колонному оператору я имею ввиду за март в общем две новости одна хорошая другая плохая по поводу солярки хорошая новость это то что сейчас надбавки на восток делят пополам то есть не так как раньше что вот как я допустим посчитал да что у меня 200 литров марте надбавка идет пока я туда еду если на востоке и месяц закрываю на обратный путь уже надбавки нет сейчас они получается ее пилят пополам через каргаран все это происходит автоматически то есть на определенный рейс на определенный километраж дают тебе вот эту надбавку то есть мне получается над на восток прошла надбавка 103 литра вместо 200 вот начал разбираться как бы и колонного подключил в общем отписались со службы навигации что в данный момент она делится пополам то есть грубо говоря в апреле мне еще сотку должны начислить надбавку за восток вот вторая новость как бы не очень вот но она решилась без проблем то есть оперативно была ошибка в 1с на остаток топлива на начало рейса то есть у меня на начало рейса на 24 марта остаток топлива был 908 литров когда я машину принимал вот у меня там написано 906 но это когда уже сам каргаран уже подгрузился я уже эту цифру и записал а так вообще 908 литров когда я принимал машину мне колонны писал остаток топлива чтобы путевой записать соответственно вместо 908 литров у меня стоял остаток 1010 то есть грубо говоря 100 литров от меня грубо говоря отняли и моему сменщику прибавили то есть у кого я принимал машину него такой остаток был и у меня вот в общем уже все поменяли я пока ехал уже как бы ребята тех тренеров сказали что в 1с залезли все у тебя 132 литра экономии за март месяц поэтому наверное должны первый класс закрыть в этом марте либо в апреле вот но еще получается чего новости по каргарану так скажем по по заданиям по тмс так далее то есть приехали мы в томск сегодня нас выгрузили две машины получается было делковских то есть я мерседесе пустил вперед пути и позвонил заранее ну там очень так получилось что раз он приехал 1 в общем я его пропустил с утра подъехал который там бригадир не бригадир который груз принимал передавая его сначала выгружу гельченко нам возмущается волнуется туда-сюда ночью я еще там на другой бок перевалился так скажем что два часа поспал пока его выгружали в общем где-то в час я освободился даже на ранге часа в два наверно около двух часов вот соответственно заявку закрыл и мне прилетело задание томск набережной челны ну и соответственно сразу как бы оповестил колонного и в каргаран написал в цуб через каргаран что заявка это не должна быть нужна загрузка на красноярск и желательно чтобы в красноярске быть пустым ну в итоге короче в четыре часа они мне нашли загрузку загрузились мы стеклотары и вот едем на красноярск вот то наш у нас двадцатка почти но парни говорят сам город красноярск перекрыт везде стоят знаки шесть с половиной на ось на трехосную тележку вообще четыре с половиной поэтому не знаю пока как мы будем заезжать посмотрим вот а так вот я сейчас еду получается с томска на мариинск вот знаки 10 87 принципе все нормально едем на селе у нас 8 тонн 7 и 9 показывает ну 7 7 7 и 9 8 туда-сюда болтается вот поэтому едем все нормально без всяких нарушений пока вот красноярске не знаю как сдавать груз и у нас там короче в центре города загрузка возле жд вокзала выгрузка вернее поэтому вообще в идеале конечно если силена хватит сегодня бы дойти вообще до победного потому что центр города днем так просто не попадешь пробки чайники влезут со всех сторон если силена хватит то короче вот ну вот как то так то есть я в суд написал что колонны отправлял задание в тмс программе ставил чтобы машина была 20 числа в красноярске соответственно подождал там девочки отписали что типа ожидайте ожидайте ищем я выехал сразу на объездную пошел перекусил и вот как раз только с кафешки выхожу девочка звонит логист все давайте езжайте туда-то туда-то и как бы там до 6 погрузка типа надо успеть сегодня все полетел волосы назад загрузился вот шагаем тоже здесь давненько не ездил по этой дороге раньше конечно у была убитая вообще гравийки было километров на 40 50 сейчас говорят вроде там всего два километра участочек остался и вот мы получается сейчас на мариинск двигаемся в мариинске нам нужно будет выходить направо на объездную через город грузовым тоже нельзя поэтому там уже включимся если чё прокатимся по мариинску ну и соответственно уже по городу красноярску по ночному тоже наверно включу камеру и поснимаем маленьким посмотрим что там получится будет что-нибудь видно или нет ну что ночью камера передовастенько снимает вот ну и все и я получается до красноярска доезжаю передаю машину сменщику виктору и соответственно уже ждем ждем перецепы ждем перецепы как-то так и пироги добрались мы короче до начинская сейчас все лето будут мост ремонтировать тут днем такие сумасшедшие пробки вообще время у нас без десяти час вот сама сейчас мы прошли без пробок вот эти у нас мостик этот делаем идем на круизе 15 километров в час минимальная скорость которая может поддерживать круиз но если у вас скорость ниже 15 километров в час вы также можете поставить круиз но уже по оборотам двигателя то есть допустим восемь десять километров в час можно двигаться тоже на круизе разгоняем спереди подъем пять километров добавляем но вот тут толпу нам догонять не надо это пятьдесят пять километров в час крылья выключаем что у нас поворот Немножко придерживаем, просто педальем. Поставим механику, десятая передача, круиз 55 км в час. То есть механику поставил для того, чтобы он не включил одиннадцатую, тоннаж у нас двадцатка почти, девятнадцать с копейками. И вот сейчас нам надо в этот подъем зайти на десятой передаче, переключиться один раз. Все, разгоняем его до 85 км, чтобы нам никто не помешал. Вы превысили разрешенную скорость. Все, 85 на круизе. Ставим механику. То есть в двадцатке вот этот подъем Атчинский. Можно зайти в автомате на девятой передаче. И вы переключитесь три раза. А можно зайти в этот подъем на десятой передаче. Сзади никого нет, сразу левый ряд встаем. И тянем мотор до 1000 оборотов, до 1050. И две передачи вниз. Вот мы переключились вместо трех раз с двенадцатой на одиннадцатую, на десятую и на девятую. Переключились всего один раз. Но для этого применили механику. Вот зашли на десятой передаче. Двадцать тонн. Шмидт шестнарь. 440 сканер. 8.5 привязано. На десятой также крутим его до полторашки. 1600, две передачи вверх. Все, ставим автомат. Вы превысили разрешенную скорость. Все, круиз выключаем. Здесь он пусть сам катится, потому что он скорость наберет. Он немножко замедлится. И там вот спуск будет опять, он будет набирать скорость. Еще и на светофоре придется притормаживать, я думаю. Короче, наверное, поедем до Победного. Думаю, что силенок хватит. Через 800 метров. Нам осталось до выгрузки сто шестьдесят. А, сто восемьдесят один километр. Часа в три, наверное, в четыре будем на месте. Кидаем корнячок. Приготовьтесь повернуть направо через 300 метров. Первое положение, чтобы он не кинул передачу вниз. Продолжайте путь более чем 90 километров. Все, вот он на девятой передаче так и заходит. То есть мы исключаем ненужное переключение туда-сюда. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok